Лекция номер 11. Развитие рекурсии и динамики. Давайте для начала закончим с динамическим программированием то, что мы не успели. Точнее, не то, что не успели, а то, что не влезаем в эту лекцию. Я вам покажу еще один интересный алгоритм, заодно вы глубже заложите в себя основу динамического программирования. Итак, это наибольшее возрастающее подпоследовательное. Наибольшее возрастающее подпоследовательное. Итак, у нас есть одна последовательность. Например, вот такая. И мы в ней должны выделить подпоследовательность возрастающую, поэтому максимальную длину. Что имеется в виду? Например, подпоследовательность 1,4 является подпоследовательностью возрастающей. Или, например, подпоследовательность 2,4 тоже возрастающая. Но среди них есть подпоследовательность длины 3. 2,3,5 является подпоследовательностью, при этом у меня длина 3. Правда, есть и другой вариант. Например, 1,3,5 тоже. Или 1,4,5 тоже является подпоследовательностью. Да, и там еще есть один вариант. Но длина, длина наибольшей разрастающей подпоследовательности равна 3. Итак, ну понятно то же самое, что в общем случае это сделать будет затруднительно. То есть это сейчас мы на глаз делаем при маленькой длине. А если она будет большой, то там это не очень просто выделить. Потому что конкурентная вот эта вот одна, а может быть другая, может быть очень трудно выделить. Что мы сделаем? Мы будем вычислять длину наибольшей возрастающей подпоследовательности для каждого элемента. То есть у нас будут 1, 2, 3, 4, 5 элементы. Для каждого из них есть своя, заканчивающаяся на нем. Именно заканчивающаяся на нем и включающая его. Возрастающая подпоследовательность максимальной длины. Понятно? Соответственно, для каждого и, где и это длина, номер элемента, будет некоторой длиной, наибольшей возрастающей подпоследовательность, заканчивающейся данным элементом, включая его. Как нам ее вычислить? Как нам ее вычислить? Предположим, мне для какого-то и этого элемента известны все предыдущие длины наибольших возрастающих подпоследовательность, заканчивающихся этими элементами. Соответственно, мне требуется найти среди всех предыдущих элементов, меньших данного. То есть, я ищу, ну, тут сложно будет сейчас, да, смотрите. Я ищу максимальное LGT, максимальное LGT, такое, что G меньше, чем I. И, да, то есть, я ищу наибольшую длину подпоследовательность вот слева, да, заканчивающуюся каким-то другим элементом, при этом такую, что АЖТОЕ меньше, чем АИТОЕ. Ну, если я нашел там длинную подпоследовательность, ну, например, для элемента 3, да, 2-4, у нее длина больше, чем у этого, да, у него там длина 1. Да, то получается, что мне, конечно же, двойка выгоднее, но при этом четверка, она не меньше тройки, поэтому я не могу взять ее, да, и продолжить тройку. Да, и я выбираю ту, которая, ну, там длины 1, короче говоря, да, длина 1, максимально возможная для, например, элемента 3. И, значит, я это найденное максимальное число могу продолжить элементом АИТОМ, да, и, то есть, я добавляю к этому делу единичку. Понятно? Вот. Ну, это если вот коротко. Что я при этом делаю? Мне требуется для... Определить теперь крайний случай, да, вот рекуррентный случай у нас есть, крайний случай. Для элемента 1, да, для И равного 1. У меня длина последовательности 1, но дело в том, что после него я могу встретить достаточно большое количество элементов, которые каждый меньше, чем он. И будет получаться так, что при попытке поиска максимальной длины у меня будет, ну, собственно, никого не находиться. Ну, то есть, пример такой. 4, 2, 1. Да, то есть, для четверки, ладно, я просто задам, что ее длина, например, L1 равно 1, да. А вот это, если я не нахожу, не нахожу там никого, ну, то есть, меньшего, чем двойка. Да. А потом для единички не нахожу меньшего. А если у меня все отсортировано, то вплоть до самого конца может быть такое. То есть, получается, что мне нужно сделать так, чтобы этот максимум у меня в худшем случае, если я не нашел ни одного элемента, равнялся просто нулю. Понятно? Для этого мне достаточно будет считать, я не буду внедрять этот специальный, как бы, барьерный элемент. Я буду считать, что у меня, ну, почему? Потому что у меня там нужно реальное сравнение с элементом. То есть, я не буду туда вот вставлять какой-то элемент меньше всех, мало ли, я не знаю, какого диапазона у меня элемента. Но я буду считать, что этот максимум, да, максимум равен нулю, да, если не найден, да, если нет таких, да, и таким образом я даже для самого начального смогу поискать слева, ну, там просто, значит, не было поиска фактически, но начальное состояние максимума равно нулю. Кстати, заметьте, действительно, длины эти, они фактически будут больше нуля, да, то есть, даже для этого элемента она фактически будет больше нуля. То есть, он найдет максимум из всех предыдущих, а там некого искать, значит, ноль, да, и добавить к нему единичку. Так что все будет логично. Ясно? Все пишем. Итак, значит, это у нас получается... Longest ascending subsequence, да, longest ascending subsequence, last получит. Но я, правда, такое сокращение не помню, но я вот назову так, да, наибольшая возраста еще подпоследовательность, значит, и я только сейчас длиной интересуюсь. Значит, и мне дана подпоследовательность. Последовательность A. Что я делаю? Ну, я напишу N равно LEN. А. Вот. Нет, давайте все-таки от нуля. Раз мне байер не нужен, мне не пригодится. Поехали. Значит, я заполняю массивчик L. Я бы L маленькая назову. Начальное его состояние, вот этих вот длин, да, с нулевого по N, ты не включительный элемент, у меня будет... Какое начальное состояние? Ну, нули. Ноль умножить на N. Заодно вот эти вот самые нолики, которые сейчас там находятся, они будут для меня временными состоянием максимум. То есть я буду искать максимум прямо вот туда. Что я делаю? Я бегу циклом FOR от нулевого элемента по И, ты не включительный. При этом И у меня должно пробежать все значения, начиная от, собственно, нулевого элемента по N, ты элемент. N минус первый включительный. In range. N. Дальше, я запускаю поиск максимума. FOR G. In range. И, то есть от нуля до И того не включительного. И что я делаю? Если у меня, если у меня L житый оказался больше, чем L итый, если L житый больше L итого, И при этом не забыть, что A житый должен быть меньше, чем A итый. Да, чтобы это было возрастающее. В этом случае, что я делаю, я сохраняю в L итом значение L житого. Таким образом, я, собственно, L итом храню этот самый временный максимум. К моменту, когда я добегаю до И, не включительно, да, я нашел максимальный элемент, максимальную длину подпоследовательности, наибольше возрастающей, которая заканчивается элементом, не превышающим текущий. Ясно, да? Так, осталось что? Прибавить единичку. Я ее прибавлю в самом конце, чтобы не получилось так, что я из-за этого какой-то пропущу максимум. То есть максимум должен выбираться по-честному, без прибавления единички, а уже потом плюс один. Ну и вот сюда, вот я после цикла формы вот этого делаю, я говорю L итый плюс равно один. Это вот эту единичку. А теперь внимание вопрос, где ответ? Ведь наибольшая возрастающая подпоследовательность необязательно завершает вот эта пятерка. Ну там, например, может быть еще какое-нибудь число. Ну давайте какое-нибудь конкретное. Ну что тут? Ноль. Да? Ну, ноль имеет максимальную длину один подпоследовательности возрастающей, да? То есть здесь не L, N, N минус первой, точнее, не он является ответом. Что является ответом? Ну мне нужно по-честному пробежаться по списку, да, и найти максимальный L итый. Да, то есть просто для всех элементов я пробегаюсь и ищу, где там максимальная длина. Да, если я для каждого элемента проверю, то получится, что последовательность завершающейся этим элементом, да, она какая, где-то наш, должна завершаться. Все. Значит, я запускаю вот здесь вот. Можно даже проще. Это же питон. В питоне есть какие-то простые встроенные функции. Например, есть функция, которая бежит по списку чисел и ищет максимальное или минимальное. Она просто запускается. Макс, L. И все. То есть я могу вот здесь вот просто написать. Вернуть максимальное среди списка L. Ну я этим экономлю здесь просто две стаки, потому что цикл не движать не страшен. Понятно? Ну, надо, конечно, понимать, что это не мгновенность, но так вот реально побежит по списку, будет искать максимальное. Но, тем не менее, можно так воспользоваться. Если вы уже знаете алгоритм поиска максимума или минимума, то можно этими функциями пользоваться. Так. Замечательно. Здесь я решал задачу напрямую. Однако, можно было решить ее и через предыдущую. Там, где мы искали наибольшую общую подпоследовательность. Каким именно образом? Можно было взять исходный список и абсорцировать его. То есть выписать его в порядке возраста. 0, 1, 2, 3, 4, 5. И тогда задача поиска наибольшей возрастающей подпоследовательности сведется к задаче поиска наибольшей общей подпоследовательности. То есть, во-первых, она является подпоследовательностью, ну, какая, например, 1, 3, 5, я тут вижу, да? Или 2, 3, 5. Она является возрастающей, потому что она является подпоследовательностью упорядоченной. И она в то же время является подпоследовательностью исходной. Ясно? Все. То есть, в принципе, задача может быть сведена к той. Однако, здесь мне понадобилось O от N памяти. O от N памяти. Пропорционально количеству исходных чисел. Да, то есть, ну, столько же примерно, сколько занимал исходный массив, исходный список. Да, а объем работы O от N в квадрат. Ну, доказывать я не буду. Здесь, как в сортировке пузырьком, можно просто посчитать, там, сумма арифметической прогрессии, количество операций получится. N квадрат операций. Да? А в наибольшей возрастающей подпоследовательности там потребуется N квадрат памяти при N квадрат операции. Ну, она не так будет экономна по памяти. Но, тем не менее, можно не мытьем, а так катанием ее делать. С этим понятно? Давайте я вам теперь покажу такой классный датчик, у которого динамическое программирование потягивает. В общем, не может быть хорошо применено. Это генерация комбинаторных объектов. В задачах ЕГЭ встречается такая задачка, в которой все пятибуквенные слова, состоящие из букв, дальше дается какой-то набор букв, какой-нибудь А, О, У, например, да, выписано. Вот давайте зададимся такой задачей, да? Ну, там они как бы уже выписаны, эти слова, под номерами, и спрашиваются только, под каким номером стоит какое-то слово. Ну, оно решается через систему числения. Довольно простая задача. А мы поставим, собственно, как составитель этой задачки, как бы, да, выписать, выписать список всевозможных слов. Прошу прощения. Давайте только размер, сейчас я не очень большой дам, чтобы мы поместились на доске. трехбуквенных слов из букв А, О, У, выписанных в алфавитном порядке. Этот порядок еще называется словарным или лексикографическим. результат, в принципе, понятен, да? То есть это будет что? Это будет А, 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 О, А, 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 У, А, О, А, А, О, О, А, О, У. Понятно. Примерно, да? Итак, вопрос, как это сделать автоматизированно. Как автоматизировать этот замечательный процесс? Итак, я сделаю функцию, которая будет, собственно, генерировать эту последовательность. Она будет называться у меня Generate. Generate. у нее будет параметр. Этот параметр будет называться префикс. Префикс. Что я имею в виду? Что у меня сейчас эта функция Generate, она, собственно, и будет решать мою задачу, а именно генерировать все последовательности длины требуемой, да? Но перед этим я говорю, но все-таки перед этим маленькая штучка. Она будет перед каждым словом писать какой-то префикс. Одинаковый. Темуфей Федорович. Какой-то словечко перед этим будет писать. Сейчас поймете, для чего это нужно. Ну и я ей буду указывать явным образом сколько, собственно, букв нужно ей. Сколько буквенные последовательности ей нужно генерировать. То, что там буквы А, О, У, я сейчас буду просто все закладывать. Сейчас не будем этого решать. Значит так. Поехали. Что? А, да. Один момент. По умолчанию я этот префикс поставлю ммм. Наоборот, я, чтобы воспользоваться этой функцией, потом удобно. Наоборот, n запятая префикс. Вот так. А у префикса будет значение по умолчанию пустая строка. Итак, поехали. Первое, я должен крайний случай. Эта функция мне будет рекурентной. А вдруг меня попросили выписать список всевозможных ноль буквенных слов. Ну, вот, выписать список всевозможных ноль буквенных слов. Что я тогда сделаю? Я выпишу префикс и скажу все. Список готов. Да? То есть, я говорю, если вдруг у меня н равно нулю, в этом случае принт-принт. И до свидания. Ну, я элс-попишу на старейте. А если нет? Если однобуквенное хотя бы слово, как я эту задачку буду решать? А я скажу так. А я не буду сейчас собственно заниматься ну или двубуквенное сколько-то буквенное слово. Я скажу, ну, смотрите, вот, например, да, давайте сейчас пока двубуквенное рассмотрим. Я скажу так, я возьму, напишу буковку А в качестве префикса и попрошу друга перебрать всевозможные дополнения и напечатать. Пусть он с префиксом А напечатает. Потом пусть он с префиксом О напечатает всевозможные дополнения. Потом с префиксом У напечатает всевозможные дополнения. Да? Понятна логика? То есть я говорю другу, то есть я сам в самом деле ты, пожалуйста, сделай мне на единичку меньшей длины генерацию всех слов, сейчас там, если это нам заказывали трех букв, это двух букв. При этом ты возьми в качестве префикса тот префикс, который был у меня, но добавим к нему буковку А. Потом я говорю что? Потом я говорю generate m-1 длины, да? Но буковку в качестве префикса используем мой префикс и буковку О. и потом m-1 и в качестве префикса мой префикс и буковку У. то есть у меня получилось, что на самом верхнем вызове все, никакого return нету, не нужен, return функция ничего не возвращает, то есть по окончанию достижения сюда функция входит, то есть рекуррентный разбор закончен. Получается, что функция вообще ничего не печатает. Что же печатается? Все печатается, все печатается, печатается, достаточно вызвать generate 3 и будет напечатано всевозможные трехбуквенные слова и букв АУ. Что будет вот здесь происходить? У меня будет вызвана функция, где n равно 3 префикс пустой. n равно 3 и префикс ну я просто его в кавычках буду писать префикс пустой. Эта функция запускает рекуррентно 3 вызова, но я их сразу нарисую все 3. Вначале она вызывает функцию с n равно 2 и префикс буковка А. Потом n равно 2 префикс О и n равно 2 префикс У. Понятно? Каждая из этих функций отрабатывает не столько последовательно. Вначале полностью отрабатывает вот это, потом полностью вот это, пока она не вернет результат. Соответственно вот эта функция отрабатывает она видит, что у нее случай не крайний n не равно нулю. Она запустит 3 функции последовательно 3 вызова в которых n равно 1 при этом префиксы равны соответственно а а а а префикс а а потому что уже к тому префиксу он добавляет букву а получается что здесь а а здесь префикс а о здесь префикс а у понятно? Каждая из этих функций отрабатывает строго последовательно вначале полностью это понятно эта функция видит что она не является крайним случаем и запускает 3 рекуррентных вызова функции с n равным нулю при этом у этой префикс а а и добавлены еще буковка а то есть получается а а префикс у этой а а о а у этой префикс а а у ну вы помните о чисел фибоначчи вот это паразитное явление что там это дерево сильно ветвящееся ужас кошмар да из-за этого асимптотика страшная да а здесь нам того и требуется нам и требуется написать дикое количество этих слов в правильной последовательности и сам рекуррентный обход да сам вот этот спуск сюда выход заход выход заход выход заход там и так далее так далее он как раз и сделает то что нужно он как раз и будет пробегать все вот эти вот а распечатка будет происходить на самом нижнем уровне Понимаете то есть вот именно вот такой чпунь последний бринт он будет происходить именно там да и вот этих вот вызовов на уровне на глубине раз два три четыре да на глубине 4, у меня как раз и будет столько, сколько надо. Получается, что у меня там получится сколько? 3 в кубе. Этих 3, этих 3 в квадрате, а этих 3 в кубе. Ровно то, что надо. Ну, понятно, по системе числений или по комбинаторике, что 3 комбинации у каждой буковки, это 3 буквы, 3 в кубе. Ясно? Ну, давайте про апгрейдинг теперь. Мы же умные методисты. Зачем столько слов писать? Надо там, где можно автоматизировать. Что я хочу автоматизировать? Я хочу вот здесь вот обобщить немножко. Я прибавляю letter. При этом я сделаю так. Я это запускаю. Давайте, кстати, я сделаю мой любимый return. В крайнем случае я отработал и просто выхожу. Просто return. То есть это return ничего. Return none. Просто return. А здесь я запускаю цикл for. For letter и a, 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 o, u. То есть что я рекуррентный вызов заложил в цикл. Почему бы нет? Ну, цикл у меня три раза отработает. Вместо того, чтобы три строки писать, я вот здесь это написал. Хотите обратный словарный порядок? Да переставьте вот здесь u, a, и будет у вас обратный словарный порядок. То есть он начнет перебирать именно эти комбинации. То есть весь порядок охота, он на самом деле вот тут он прячется. Понятно? В порядке идут. В порядке. Так, ну что, понравилось? Давайте с вами начинать какие-нибудь забавные штучки делать. Ну, понятно, что можно проапгрейт вот это очень легко. Например, генерации всех чисел в какой-то системе счисления. В семеричной. Можно перебирать вот эти вот не letter, а, например, number. И префикс сделать не строкой, а списком, а к списку приклеивать чиселки. Ну, вот давайте что-то подобное и сделаем. Правда, давайте сразу немножко это поскорее, чтобы двигаться по материалу. Мы сделаем сейчас генерацию всех перестановок. Итак, это продолжение вот этого вот раздела генерации комбинаторных объектов. Если первая, это вот очень простенькая задачка, вторая чуть-чуть посложнее. Это в рамках вот этой генерации всех перестановок. n чисел от 1 до n. Ну, известно, что таких перестановок, да, их, соответственно, n факториал штучит. Это понятно, что их n факториал. Итак, пишем функцию генерей. Итак, я здесь в первую очередь должен что сказать? n. То есть, собственно, параметр масштаба, а сколько чисел должно быть. второе, я уже по опыту своему, я буду передавать туда префикс. Префикс. Сейчас там инты будут, да, это не строка, состоящая из символов, да, а это список целых чисел. Итак, что я буду сейчас делать? Крайний случай, тот же самый. То есть, когда длина, ну, почти тот же самый. Когда длина этого префикса равна n, а, да, я не могу n уменьшать. Дело в том, что, когда я генерирую перестановки, у меня что там, 1, 2, 3, 4, ну, давайте 1, 2, 3, 4 достаточно, да? Давайте даже 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 3, 2, что там дальше? И дальше, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ну, это все. Три факториала, шею. Причем, кстати, я их все действительно в алфавитном, в лексикографическом порядке написал. Да? Что тут лексикографический порядок? То есть, при сравнении слева направо, да, у меня этот меньше, чем вот, ну, если они сопротивляются, попадают, то я беру следующий символ, да? Ну, или, короче говоря, даже если просто я как число их упорядочу, все повозрастает. Сейчас, одну минутку, и сделаем перерыв. Итак. Так что я хочу сказать, что когда я буду на последнем этапе генерировать, мне нужно знать n, то есть, n я не могу уменьшать. Там-то я говорил просто, а, какая разница, у меня хвост покороче, 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 и все. А буквы у меня все равно префиксированы. Я мог бы внедрить еще один параметр, оставшаяся длина, но он мне не нужен, потому что я могу узнать, что этот случай крайний по-другому. Если у меня длина префикса, собственно, равна n, значит, все. Значит, все уже обработали, и я только печатаю этот самый префикс. Ну, давайте я буду распечатывать его без запятых и квадратных скобок через пробел. Для этого я буду сюда этот список выворачивать в список аргументов. Вот такая есть операция. При вызове функции взять и список чисел или строк, взять и завернуть ей в список аргументов. Это пишется вот такой унарной звездочкой здесь. Звездочка префикс. Ну, а поскольку принт печатает свои параметры через пробел, он как раз все числа префикса распечатает через пробел и закончит переводок в аренду. Ладно. Значит, что я хочу делать? Итак, ну и давайте этот самый return. Все. Обработка крайнего случая завершена, продолжается рекуррентно дальше. Что я делаю? Я должен перебрать все числа по форму. Ну, давайте x его назовем. Всевозможные числа в диапазоне, начиная от единички до n включительно. Поэтому я думаю, что это все. И этот x я буду пытаться приткнуть к префиксу. Но я ведь не имею права этого сделать, если я вначале не проверю, а есть ли такое число в префиксе. Поэтому я запускаю здесь. Ну, я это напишу по-питоновски коротко, а по-хорошему мне нужно пробежаться по этому префиксу и поискать там этот x. Ну, я по-питоновски это сделаю. Есть такая функция in. Для поиска в списке факта наличия числа нужно x in a, x in префикс. Вот я так и напишу. Если x, а, да, и еще можно не not x in префикс, а можно написать x not in. Not in это тоже такая операция, которая просто разворачивается, по сути, в логическое отрицание операции if. If x not in префикс, я все объясняю, чтобы вы понимаете, что это я не по-английски пишу, а это реальный пятно. И в x not in префикс, то есть если там такого x нет, если там такой x нет, то есть я перебираю, например, вот я сейчас нахожусь на варианте перебора двойки, да, и вот я дошел до варианта, где после двойки я пытаюсь двойку сгенерировать, да, то я должен забраковать эту ситуацию. После двойки двойку нельзя, понятно, да? Или там 3, там 2, и я предполагаю 3 тоже я должен выбраковать, или 2, чем мне нужно. Но если там я нащупал x, которого в префиксе нету, то я что делаю? Я беру и запускаю функцию generate, при этом я ей n передаю без изменений, набор-то чисел тот же, а я чисел переставляю, да, но префикс я удлиняю на этот самый x. Я его сейчас, это операция конкатенация списка у меня будет, да, плюс x. Я x сделал малюсеньким списочком, который я туда конкатенирую. Почему я не сделал префикс точка и пент x? Знаете почему? Не знаете. Представьте себе, что я перед вызовом generate сделал префикс точка и пент x. На второй, когда я вернусь из рекурсии, когда я пойду на вторую итерацию цикла и обнаружу следующий x, которого там нет в префиксе, то у меня старый x не выброшен из списка. То есть или я должен буду перед вызовом generate писать префикс точка и пент x, а после него префикс точка поп. чтобы оттуда удалять последний элемент. А я вместо этого генерирую временный список, мне не сильно жалко памяти, и передаю его вглубь. Понятно? Можно было чуть-чуть поэкономить на памяти, если бы я добавил лишнюю инструкцию. Но я не буду этого делать, чтобы не усугубляли. Так, по крайней мере, визуально сам алгоритм понятен. Опять же, никакого итерна не надо. К моменту, когда вот это дело заканчивается, у нас все сгенерированы, благодаря как крайнему случаю, они еще и распечатаны. Еще и в правильной последовательности. Все. Понятно? Это весь алгоритм. Все, пять минут перерыв. Пожалуйста, не задерживайтесь. Дошли до рекуррентных сортировок. На самом деле, в теме генерации компьютерных объектов можно было еще рассказать генерацию всех подмножеств данного множества. Например, устно скажу. Ребята, делается просто. Перебирайте все двоичные числа длины n, где n, это у вас длина множества. Ну, только лучше не множество, а сразу сделайте его списком, чтобы у каждого номера был свой номер. А дальше берете двоичное число соответствующее. И там, где единичка, индекс, соответствующий индекс, там, где единичка, значение будет, тот элемент берете, там, где ноль, не берете. Все. Даже можно не рекуррентно запускать, а просто перебирать все числа, генерировать двоичное, из него двоичное число, и все. Там нужно и не рекуррентно, если что, сделать. Вот, ладно. Поехали. Да, кстати, все эти генераторы можно написать не рекуррентно. Но алгоритм несколько вырастает по тексту, и сложность у него улучшает, то есть, просто, асимптотика улучшается, но восприятие ухудшается. Ладно, а дошли мы до темы рекуррентной сортировки. Мы изучим две рекуррентные сортировки. Они у нас будут как сестрички, написаны одна налево, другая направо. Итак, первая из них, это сортировка хуара. Ее называют быстрая сортировка хуара. Быстрая сортировка хуара. Вторая называется сортировка слияния. Давайте сразу узнаем о них. Ну, во-первых, они рекуррентные. Это осуществляется на прямом ходу рекуррентной. Это на прямом ходу рекуррентной. Это на обратном ходу рекуррентной. Быстрая сортировка хуара имеет асимптотику О от Н квадрата. Сортировка слиянием имеет асимптотику. О от Н умножить на логарифм Н. Обычно не пишут по основанию 2, но я напишу, чтобы не было логарифм без основ. Ну, или Н логарифм Н. Сразу напрашивается вопрос. Так почему же она, елки-палки, быстрая, если она работает как пузырек? Я вам скажу, иногда она работает хуже пузырька. Что же она такая быстрая? Ответ. Оказывается, вот такая ситуация, когда она Н квадрат, она редко встречается. И вероятностно, то есть вот так вот в среднем, она ведет себе, я сейчас значок не помню, по-моему, W. Такой значок. Она имеет асимптотику Н логарифм. Но надо понимать, что некоторые, я покажу эти худшие случаи, когда она работает плохо. У сортировки слиянием худших случаев нет. Она всегда работает железопитонной. Быстрая сортировка хуара может быть реализована, может быть реализована с ООТН памяти. Это операция. А памяти требуется ООТН. Точнее, прошу прощения, давайте так лучше скажу. ООТ единички дополнительной памяти. То есть ей не требуется дополнительная память. Дополнительная, кроме самого сортируемого списка. Она может сортировать список на месте. Мы не будем такую реализацию писать, она не очень проста. Ну, можно это сделать. При этом она, я знаю, реализацию гзиана на месте, но не устойчивая. Можно реализовать, говорят, и на месте, и при этом устойчиво. Про устойчивость я вам скажу еще. Значит, это сортировка слияния. Она обязательно требует требует дополнительно ОООТ памяти. Ну, где N, это количество чисел. Понятно. Требует дополнительно, память нужна в сортировке слияния. Итак, давайте же их напишем. Сортировка с ОАР. ОАР сот. Первый. А вдруг мне дали список очень короткий. Ну, самый предельный вариант. Пустой. Ну, вдруг мне дали пустой список. Давайте это рассмотрим, как крайний случай. Дали пустой список. Все. Список отсортирован. А, ну, я должен был, наверное, обсудить перед тем, как сразу писать. Давайте коротко обсудим. Если список пустой, он отсортирован. Но я все-таки сразу напишу. ИВ. ЛЕН-А меньше либо равно одного. Если список не пустой, но он содержит какой-нибудь один элемент, то он отсортирован. ЛЕН-А меньше либо равно одного. В этом случае ну, просто ЛЕН-А. Чего там? А, тут возвращаем, да? Значит, эта сортировка будет возвращать отсортированный массив. Для краткости. То есть, она не его сортирует, она будет возвращать отсортированный массив. То она возвращает. А теперь смотрите. Мне дали список, а он не гоняет длинный. Что делать с ним? Надо же сортировать его. Как быть? Вот, быстро сортировка пара говорит. А давайте сейчас вот как мы сделаем. Мы возьмем, как вы помните про солдат? Солдат. Возьмем одного солдата. Возьмем какого-нибудь солдата наугад. Ну, например, этого. И скажем, дорогой ты барьерный элемент. Барьерный элемент. И применим механизм, который называется разделяй и властвуй. А именно, те, кто ниже, отправятся налево, те, кто выше, направо. Ну, раскладывание на две кучки будет происходить быстро. То есть, я беру и говорю, о, ты налево, ты направо, ты налево, ты направо. Класс. На самом деле, кучки будет три. Потому что может найтись еще и такой солдат, который точно такого же роста, как и этот. на самом деле, на самом деле, три кучки будет возникать. Элементы меньшее барьерного, элементы равные барьерному, элементы большее барьерного. Ясно? Что я сделаю потом? Я скажу, результатом, ну, давайте я сотрону, я его нарисовал уже синим. Результатом сортирующего действия будет что? Расстановка вот этих товарищей, их порядки, как они стояли, да? Но при этом, те, кто меньше, они слева от барьерного, те, кто равны барьерному, они вместе с ним, неважно слева или справа, да, вот он, товарищи, вот тут вот, у меня получилось, что совсем отсортировано, давайте я немножко испорчу, я специально вот этого товарища спилу повыше, чем вот этого, ну, чтобы было понятно, что вот эти вот товарищи, они совершенно не обязательно упорядочены с левой, с правой. Вот они, три кучки, да? Раз, два, три. L, M, R. L, middle, right. При этом, те, кто посередине, сортировать не надо, они все равны, а тех, кто слева, и тех, кто справа, еще надо отсортировать, да? То есть, у меня задача сортировки, вообще говоря, не устранилась, сортировать по-прежнему надо, причем не один массив, а два массива мне надо сортировать, точнее, под массива, но они меньше пильны, их длина меньше примерно в два раза, да? Таким образом, мне нужно выбрать барьерный элемент, давайте так его и назовем, барьер. Возьмем туда, ну, например, нулевой элемент, а затем создаем три кучки L M и R. Давайте я через точку с запятой их создам. Кстати, будет ошибкой создать их вот так. L равно M равно R равно вот так. Это будет ошибкой. Почему? Они все три будут ссылаться на один список. А у меня это реально разных три списка. Поэтому тут как бы ни было либо множественным присваиваемым либо через точку с запятой. То есть можно написать L M запятая R равно, здесь три списка через запятую, так можно. Или L равно, это точка запятая M равна это. Давайте вот так оставим. Тоже ничего. Теперь что я делаю? Я пробегаю все элементы for x in A и каждый элемент я буду и пендить, добавлять в конец к одному из этих списков. Итак, если у меня x меньше, чем барьерный элемент, в этом случае L точка это N и пендить x. Иначе, если x равен барьерному элементу, в этом случае M и пендить x. А иначе R и пенд x. В результате мне нужно что сделать? Склеить три списка. Склеить три списка, вернуть результат. Да? А я сразу... А, да, прошу прощения, склеить три списка. При этом два из этих списков должны быть отсортированы. То есть, нужно еще L и R требуется отсортировать. Кто это будет делать? Она и будет это делать. То есть, сейчас мне требуется... Вот я закончил вот к этому моменту, к окончанию фура. Вот это сортирующее действие, которое называется разделяй и в лавстве. мальчики налево, девочки направо. Оно требует дальнейшей сортировки под массив. Да? Как я это сделаю? Хуар сорт запущу. Причем, поскольку оно у меня сейчас возвращает, то я ожидаю, что хуар сорт мне вернет отсортированный, то я буду возвращать то, что вернет мне хуар сорт, если ему дать L, плюс список средних, плюс отсортированный список правых. Все. Еще раз скажу. Этот алгоритм, который я написал, не является оптимальным по памяти. По времени эта сортировка работает за O от N квадрата. Почему O от N квадрата? Предположим, что я выдам на сортировку список, который отсортирован в неправильном порядке. полностью неправильном, то есть ровно наоборот. В качестве барьерного элемента он возьмет самого высокого. Дальше сортирующее действие, которое затратит N операций, то есть всех мне нужно сравнить N минус 1. Я беру и всех отправляю в левый список. То есть у меня получилось, что в результате правый список R пустой, список middle состоит из одного элемента, а список L у меня состоит из всех. Понятно? Я всего лишь на единичку уменьшил длину сортируемого массива. Затем я выбираю в качестве барьерного для оставшегося под массивом. Выбираю левого, он опять самый высокий, сортируем вот этих, да, и опять у меня на единичку уменьшила длина. То есть у меня есть неудачный выбор барьерного элемента, не посерединке если он, он приводит к тому, что, ну, что, короче говоря, симптоматику у нас существенно портится. Ну, потому что здесь понятно, что опять же арифметическая прогрессия получается по количеству действий n-1 плюс n-2 плюс n-3 и так далее до единички, да, получается n-квадрат пополам, примерно. Ну, в общем, n-квадрат. Вот n-квадрат. Однако же мы можем, да, кстати, и даже более того, почему хуже, чем сортировка пузырьков. Оптимизированная даже, помните сортировку дурака. Вот сортировка пузырьком, которую я писал, там будет n-квадрат, потому что она там не смотрит, она не вглядывается в сортировку, а сортировку дурака я писал так, что она как раз по-любому смотрит, не отсортировалась и уже. Даже сортировка обезьяны, извините, она сразу, вначале проверит, не отсортирована или уже. Понимаете? Перед тем, как трясти. Вот. А быстрая сортировка флора вот в этой реализации, именно в этой реализации, да, она вообще не смотрит на то, а не отсортирована или уже. Если она даже уже отсортирована, она, что начнет? Она возьмет в качестве барьерного этот, все остальные попали в правый, потом этот, все остальные попали в правый. Ну, то есть, она квадрат честный свои отпашек. Понимаете? Но, что мы можем сделать? Мы можем вот тут схитрить. Мы можем сюда добавить генератор случайных чисел. В модуле рэндом есть функция choice, которая наугад выбирает случайный элемент. Рэндом choice а, то есть, он наугад тыц, и, вероятно, он попадает примерно ну, как, в это одна треть, две трети. То есть, не идеально в серединку, не в медиану списка, медиана списка, да, или медиана массива, это элемент, который находился бы посередине, если массив отсортирован. Не в медиану, но вот примерно в среднюю треть попадает этот choice случайным образом. Понятно? За счет этого мы добиваемся того, что у нас асимптоника вероятностна n в основании 2 от 3. На самом деле, там немножко все это можно подправить. Некогда разговаривать. Сортировка слияет. Я бы ее назвал сортировкой мечтаний. О чем мечтаем? А давайте размечтаем. Вот здесь мы вначале делали сортирующее действие, а потом ставили задачу своим товарищам. А теперь я сортирую левый, а теперь я сортирую правый. а давайте помечтаем что кто-то за нас вот у нас был исходный список солдат солдат. И кто-то его за нас отсортирует левую половину и правую. Кто-то за нас уже отсортирует эти две половины сами в себе. Потому что друг отсортирует и друг отсортировал. Если за меня уже сделали первоначальную сортирующую работу по левой и правой половине, то дальше мне остается заняться только слиянием двух отсортированных списков. Как это делать? я беру ставлю палец на одного солдата ну указатель и на этого солдата. У меня будет И и Ж а рядом я поставлю проведу новую линию новый строй три то есть дополнительный строй куда я буду их строить. Здесь я заведу счетчик К. Я буду говорить так меньшие из вас кто из вас меньший А Л и ты или Р ж А Р ж это лев это разница Л Р то есть здесь только две медла нет нет байерного элемента А П Ж ты меньше отлично значит я говорю ты товарищ пойдешь сюда да А номерок Ж смещаем на единичку да дальше сравним этот и этот ага и ты меньше значит ты товарищ пойдешь сюда А да я забыл А К при этом естественно растет К вместе с Ж вырос К у меня теперь на новую позицию указывают куда буду ставить значит ты товарищ пойдешь сюда да отлично и увеличилось и начал указывать на следующую дальше сравниваем вот эти товарищи ага вот этот значит ты товарищ пойдешь сюда да и указывает на этого этот товарищ пошел сюда К тоже увеличилось я его забыл переставить показывает новую позицию куда будем ставить да дальше я сравниваю и этого и житого ага этот товарищ значит ты сюда операция слияния как видите производится за реан операцией то есть мне прощупать всех ну столько сколько К АК естественно пройдет общее количество слияние это быстрая операция единственное что мне требуется это второй массив второй список куда их вставлять понятно то есть я беру оттуда и того оттуда как житого и того житого к растет но мне вот этот вот список требуется обязательно еще расскажу здесь у меня тоже была лишняя память я тоже их тут все распихивал тут был было это использовано но структуровку Хуара можно написать на месте а структуровку слиянием на месте написать нельзя этот массив будет требоваться обязательно но зато она пишется прекрасно и короче еще сейчас я выгляну чтобы покороче записать и так короче я шучу и так д мерж сорт от а и так крайний случай не забываем про мышку никогда крайний случай если длина циотированного массива меньше либо равной единичке в этом случае просто вернуть а и тот же тот же самый контракт функции то есть я возвращаю отсортированный а текущий не требую не сортирую то есть это аналог функции сорти а не а.сорти и так возвращаю а значит здесь я уже нахожусь в общем рекуррентном случае и так что я делаю во первых мне нужно разбить на две половинки вы знаете я могу в одну строку написать но я не буду этого делать чтобы не замутнить восприятие все таки я именно отдельно это сделаю L равно что такое L это отсортированная левая половина то есть то что вернет мне функция merge сорт для среза а от начала до середины то есть L A с отбрасываем остатка потому что если вдруг нечетной длины то мне нужно какой-то из половинок меньшей длины сделать мне нужно целое число здесь ок а правый R это кто это отсортированный массив при помощи функции merge сорт из правого среза который начинается этим самым элементом который не включен в этот то есть len A на 2 и до конца двоеточие и не пишу до самого конца до упора а теперь мне что осталось вернуть слитые L и R нет это merge вот здесь это вызов отдельной не рекуррентной функции которая осуществляет то что я вот тут вот поливал давайте ее напишем потому что иначе мы же не сможем запустить мне реально нужно это слияние уметь сливать два уже отсортированных массива один за проход дэх менедж соответственно A ну давайте L L L первое что я сделаю я заведу себе заведу себе массив пусть он там неважно из нанов стоит а хотя на самом деле можно и пендить туда в конец но давайте я сделаю так чтобы классический этот k увеличился я таки наверное напишу заполню его нам умножить на len L плюс len R так все массив готов поехали расставляем индексы и так i равно нулю а можно кстати i равно i равно g равно k равно нулю в данном случае можно потому что что у меня изменение все равно происходит через создание неизменяем эти и так поехали до каких пор я буду продолжать а кстати вот я не закончил я же не дошел до конца в конце концов возникает ситуация когда один из списков закончился это значит что последний из элементов который тут вошел он был меньше чем тот который есть все оставшиеся у меня тут один такой останется он просто тупо туда скопируется а если их много то их тупо надо все туда скопировать и все остальные уже автоматически туда попадают значит но продолжаю до тех пор пока у меня и не и то есть первый список не закончился второй список не закончился то есть while i меньше чем len a и b не закончился g меньше чем len b что я делаю если у меня l и а меньше чем r ж то я что делаю тогда я l и добавляю в катую позицию а правильно в этом случае я а в а к кладу l и ты правильно логично а что еще я делаю точка запятой поставлю я увеличиваю i i плюс равно 1 да если жени else двоеточие тогда я в а катый кладу r житый и ж точка запятой и ж увеличиваю ж плюс равно 1 но по-любому чтобы ни было я увеличиваю к единичку то что какого-то я положил ну кстати вопрос может быть здесь лучше было меньше либо равно написать потому что иначе у меня будет цифровка неустойчивая так что меньше либо равно так и последнее когда этот цикл закончился это не значит что у меня закончились и r и l у меня там вполне и r у одного из них точнее только у одного из них там могли остаться поэтому мне надо в конец а начиная с катой позиции до конца записать что остаток из l или из r я могу это сделать в одну строчку я могу в a начиная с индекса k и до конца то есть я приславив в срез a с k и до конца это как раз оставшиеся элементы я туда кладу что конкатенацию a ой прошу прощения конкатенацию l начиная с и той позиции до конца если именно l закончился при слиянии то этот срез будет пустым правда тогда можно его не учитывать тогда добавится срез r начиная от g и до конца а если закончился r то этот срез пустой тогда r вернемся тут чуть может быть лишних операций но как сказать оно зато воспринимается понятно либо l либо r но добавится туда и записывается коротко что осталось осталось то что не поместилось это вернуть этот самый a return a вернуть a ну потому что я ожидаю в качестве результата то что вернется из менеджера я дой буду запчать здесь пожалуйста а b и меньше чем а b r r r и r r r r да спасибо я так мысленно a b еще или r все спасибо за правку но на этом все спасибо за внимание да то что мёдж вызывается после мёджи сочет хотя используется так это же есть различия их потому что это делает сортирующие действия на прямом ходу рекурсии то есть до того как запускает хуар сорт то есть он вначале разбил на две половинки которые каждую надо отсортировать а здесь я вначале отсортировал две половинки сами в себе а потом только сливаю то есть сортирующие действия выполняются на обратном ходу когда из рекурсии уже вынарнули я вначале в данном рекурсии вот я вынарнул у меня уже есть две отсортированные и я их только сливаю ясно? и имею в виду что мы в курсе определили как бы после до утра не застали это не понятно? а нет ну это понятно что можно написать в обратном порядке но бетон на самом деле это допустит если вызов мёдж сорта будет ниже чем описание мёджа а хорошо все спасибо 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 спасибо